Итак, у нас на столе появляются вот такие вот ярлычки. То есть, если вы скачивали только Vegas Pro, значит у вас Vegas Pro. Если только DVD Architect Pro, то значит только этот ярлык. Но так как мы скачали их оба, возможно, они нам пригодятся. То есть, обе программы. У нас здесь два ярлыка. Итак, в этом уроке мы с вами установим Vegas Pro. И дважды давайте нажмем мышкой. Появляется окно предустановки. Здесь нам необходимо выбрать язык. Но мы, естественно, выберем английский. Нажмем Next. Поставим радиокнопочку I have read и так далее. И нажмем на кнопочку Next. И вот здесь вот смотрите, о чем я вам и говорил в предыдущем видеоуроке. Что здесь не просто одна программа Vegas Pro, но к ней еще и добавлен HitFilm to Ultimate. Это такой композитер, в котором можно делать некоторые спецэффекты. Здесь вы можете, вот где C программ файл Sony с помощью Change указать ту папочку, куда вы хотите установить. Но лучше, конечно, все оставить по умолчанию. И также вы можете поставить чекбокс, если вы хотите, чтобы на рабочем столе создался ярлык. Пожалуйста. Если нет, то, в принципе, можете не ставить. И после этого нажимаем на кнопочку Install. Далее нажимаем на кнопочку Finish. И, в принципе, программа у нас установилась. И данную программу мы можем найти в разделе Пуск Vegas Pro. Ну, вот сейчас вот вы не видите. Все программы Vegas Pro вы можете найти. Далее, после того, как вы кликните на ярлычок данной программы, либо если у вас установлен на рабочем столе ярлык данной программы, то после клика на него открывается вот такое вот окно. И вам необходимо нажать Next. Если вы приобретали данную программу, то система попросит ввести серийный номер. Вот сюда, вот в это поле. Если у вас триальная версия, то есть вы скачали и хотите хотя бы попробовать, либо что-то сделать в определенное время, эта программа будет работать несколько дней, то выбираете верхнюю радиокнопочку вот здесь, то есть триал-версию, и нажимаете Далее. Давайте оставим регистр онлайн. Нажимаем Далее. Вот здесь нам необходимо ввести свои данные. Ну, давайте, я буду на английском языке вводить. Далее свой e-mail, который вы указывали, когда скачивали данную программу. Ну, это мы в прошлом уроке с вами делали. Выбираем страну из выпадающего списка. Все остальное заполнять необязательно. Здесь вот выбираем чекбокс, самый нижний, и нажимаем на кнопочку Готово. И после этого нажимаем на ОК. Далее открывается программа Sony Vegas Pro. Нам предлагается скачать Архитект Pro, но мы, в принципе, это сделали, поэтому просто закрываем данное окно. Так, давайте я соберу немножко программу, чтобы вам было более комфортно видно. Вот, и вот таким вот образом выглядит интерфейс программы. А на этом урок по установке этой программы мы закончили. И можно переходить к следующему. Продолжение следует...